Доброе утро всем, кто уже проснулся, но не спешите этого делать. Продлеваем ночь только не в своей кровати, а в Государственном Эрмитаже. Да еще и в Париже, где в Российском Духовно-Культурном Православном Центре сегодня открывается выставка «Уединение Эрмитаж ночью», которая показывает жизнь музея без посетителей в ночное время. На прямой видеосвязи с нашей студией автор выставки, художник, фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молотковец. Доброе-доброе утро из Санкт-Петербурга! Бум матан! Доброе утро из Парижа, друзья! Ох, приятно-приятно видеть и вас, и эти улочки французской столицы. Но вот мы знаем, что выставку видели уже в Петербурге и в России, например, в Калининграде и во Владивостоке. А вот как появилась идея показать свои работы именно во французской столице? Думаю, что идея появилась одновременно в недрах Министерства иностранных дел и в Эрмитаже. И поскольку действительно здесь очень замечательный культурный центр с очень хорошим пространством, с очень замечательными выставочными залами, потому что эти залы мне знакомы. В 2019 году мы здесь сделали выставку, посвященную Южному берегу Крым. Поэтому, так сказать, вот эта идея появилась, и вот она уже реализована. Юрий Алексеевич, мы вас поздравляем. Действительно, это очень важная дата открытия выставки. Но, тем не менее, расскажите немного об экспозиции, о тех фотографиях, которые представлены. Понятно, что в Эрмитаже более трех миллионов экспонатов и различных шедевров. Вот почему именно ваш выбор как фотографа пал на те, которые представлены на выставке, ну и как они раскрываются в лучах, я уж не знаю, Парижской луны или Парижского солнца, как сейчас днем? Ну, история очень простая, что когда-то я понял, что состояние Эрмитажа ночью – это особое состояние. И в 2005 году я почти 9 месяцев ходил по ночному музею в сопровождение службы безопасности и фотографировал вот это странное состояние музея, когда из него ушли все сотрудники, все посетители, и только свет луны проникает через старые стекла, отражается в зеркалах и прочее, прочее, и создает какие-то удивительные, уникальные эффекты. Вот, собственно, моя задача и была показать такое совершенно другое уединение, когда шедевры остаются наедине друг с другом и могут о чем-то, может быть, беседовать, может быть, отдыхают от нашего внимания. Вот, собственно, я пытался это состояние уловить и показать. И в 2006 году была в Эрмитаже большая выставка, и, как вы правильно подчеркнули, что она уже путешествует много, и была в нескольких музейных центрах в России, она была и в Лондоне, и, в общем, это действительно такой очень для меня важный проект, потому что все-таки для меня Эрмитаж – это главное место на Земле, и, соответственно, я каждый раз готов его смотреть в разных таких пластах и времени, и света, и вообще его судьбы. Юрий Алексеевич, вот мы как раз сейчас в эфире показывали ваши работы, наслаждались, смотрели, жалели, что мы не в Париже. Сегодня на открытии 18.00 их увидим. А вот спасибо большое за эти кадры. А вот что касается самого выставочного пространства в Париже, где показываются ваши работы сегодня и в ближайшее время? Вот как Эрмитаж, эти ракурсы раскрываются в новом пространстве? Вот достаточно ли там света, места, объема? А вот Юрий Алексеевич как раз-таки нам показывает. Ну, мы не внутри, Вась, мы вот снаружи. Да, как раз и показывают. Справа сейчас Троицкий собор, такая современная ультра-архитектура. Очень стильно. Которая, конечно же, рифмуется с древнерусской архитектурой. А вот слева, сейчас я вам показываю, как раз выставочный центр. Здесь выставка располагается в двух заводах на двух этажах. И, соответственно, это очень такое стильное пространство. Прямо на берегах Сены, вот там 50 метров, и можно уже купаться в Сене. Вот, ну, вот я приехал в Париж, мы монтировали выставку, как раз здесь было солнце, все свертало. Как только закончили монтировать, сразу стало пасмурно, как положено. Вот, ну, мне кажется, что выставка хорошо вписалась. Вот там сейчас как раз вы показываете фотографии. Да-да-да, мы показываем. Монтажа, монтажа, да. Очень хорошо как раз все абсолютно красиво зашло. И там такие темно-серые стены, и плюс есть белые стены. И, в общем, мы долго с сотрудниками центра, с Анной, придумали экспозицию. И, в общем, придумали. И надеюсь, что сегодня в 6 часов все будут счастливы, когда увидятся. И вот этот ночной эрмитаж. Очень интересно. Парижанам и русским парижанам, которые там живут, повезло. А вот кто ожидается, кто будет зрителями выставки? Вот сколько человек увидят? Есть ли уже какие-то там желания или мысли по этому поводу? — Слушайте, ну сегодня на открытие точно придет много людей. Причем придет и даже несколько моих друзей приедут из разных городов. Из Прибалтики кто-то приедет. Придут друзья из Парижа. И плюс постоянные гости, постоянные посетители этого центра. Потому что все-таки он находится действительно в таком фантастическом, прекрасном месте. Пять минут до этой левой башни. В общем, в центре, что называется, не бывает. И я надеюсь, что это действительно я устрою такой некий праздник для всех посетителей. А дальше это свободный вход, в свободном режиме люди могут заходить. Это абсолютно такое туристическое место. Огромное количество людей здесь проходит. Поэтому любой желающий может зайти и посмотреть этот выставку. — Юрий Алексеевич, а вернитесь к нам в кадр, пожалуйста. Мы понимаем, что вы фотограф, художник, любите быть по ту сторону кадра. Но вот мы, можно мы, ой, все, замечательно. — Да, очень рада вас вновь видеть. Юрий Алексеевич, ну вот на самом деле расскажите немного о дальнейшей судьбе экспозиции. Раз она уже выехала за пределы России, может быть, есть какое-то понимание. И как долго она будет продолжаться вот как раз-таки в русском культурном центре, в центре, в самом сердце Парижа. — Да. Она будет продолжаться до 24 сентября. Поэтому если кто-то сейчас попадает в эти числа, обязательно зайдите, получите большое удовольствие. Дальнейших планов прям таких прямых нет. Хотя у меня есть такая мечта, поскольку, как вы сказали, выставка была в Владивостоке, в самой дальнейшей точке России, была в Калининграде, соответственно. Теперь надо показать ее, условно говоря, в Дагестане. Например, в Дербенте там прекрасное пространство есть. И, конечно же, на Ямале, на Войгаче, где-то там в Мурманске, где-то на северах. — Ну и в Китай потом, для полноты картины, чтобы по-восточнее. — Ну, если мы говорим про зарубежные гастроли, конечно, надо и в Китае показывать. — Юрий Алексеевич, мы вас благодарим. Желаем отличного открытия выставки сегодня. Всегда рады видеть в нашей студии. Обязательно загляните в нашу программу, когда будете в Петербурге. — Да, спасибо большое. Художник-фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молотковец был на прямой видеосвязи с нашей студией из Парижа.